Здравствуйте, мои дорогие! Не откладывая дело в долгий ящик, я сейчас выберу победителя вот этой прекрасной броши в золотые ландыши и генерируем, генерируем, врачи какие-то у нас тут, так, наше 77-е видео и победитель Мила Паталах. Мефодий самая красивая, из этого лот и весь лот одно очарование. Мила, огромное вам спасибо! Чтобы получить эту брошь, вам следует связаться со мной в Вайбере или Ватсапе, предоставить скрин, что вы подписаны на мой канал и, в принципе, все, и быть подписан на мой канал. И, ребята, сегодня, сейчас у меня проходит аукцион, ссылка будет под видео, не в первом комментарии, а под видео. И, что вам хочу сказать, и будет вкладки сообщества, тоже будет там. Цены там прям очень приятные, так что хватайте, бегите. И еще скидка 50% на все украшения в магазине, которые только не отмечены, слово аукцион, действительно, и действительно она до окончания аукциона. А сегодня, ребятушки, я хочу посвятить выпуск вот этим прекрасным изделиям одной из марки. Я уж не буду говорить и описывать то, что вы видите. Естественно, это мальтийский крест от компании Флоренза. Это двухцветный. Вот его обозначение. Это крест-подвеска. И я так буду вертеть и рассказывать немножко. И Флоренза, вообще, я поставлю всплывашку, я уже делала большой рассказ о этой фирме в одном из роликов, когда привозила первые там несколько крестов, очень много и клипсы. И там я очень-очень подробно рассказываю, поэтому, что уж простите, я не буду так настолько подробно, как в том видео. Если кто-то заинтересуется, всплывашка будет где-то здесь. Флоренза, которая называется сказочной Флорензой, это фирма, творившая свои украшения в викторианском стиле. Вдохновляла их также эпоха Возрождения. И была она основана в 1940 году в Нью-Йорке. В дизайнерам Дэном Кэссов. Кстати, любопытно, как он стал дизайнером. Вот как раз в том видео вы узнаете историю о украденном пальто. Ну вот как раз это как раз там и будет. До основания собственной ювелирной компании Дэн очень много работал в других ювелирных компаниях. Уникальное имя Флорензы, как это часто бывает, появилось благодаря жене Дэна, Флоренс. И компания стала семейным бизнесом. В 1950 году присоединяется их сын Дэн, Ларри. Тоже стал просто замечательным производителем украшений. И буквально это ознаменуется расцветом фирмы Флоренза. Является любое украшение фирмы Флоренза произведением искусства. Потрясающий дизайн. Все курировал сам непосредственно сын их Дэн. И присущий только стилю Флоренза придерживала свое время существования. И другие фирмы делали, так она называлась. Вы можете даже на ebay видеть, что вот так вот в стиле Флоренза или прочее. Компания использовала только самые лучшие материалы. Кристаллы заказывались либо в Австрии, либо в Германии. И создавалось часто изделие покрывались 24-каратным золотом. И также были запатентованы несколько видов позолоты. И они назывались по-разному. Флоренза Голд, Фреш Голд и Фреш Райс. И вот как раз они были 24-каратным золотом. Но я вот так вот долго вам верчу-верчу. Давайте я... Давайте вот такой вот крест вы у меня и видели, и выигрывали. Но я тут не остановилась и приобрела вот такой крест. Крест трехцветный. Это цвет называется черненое серебро. Здесь австрийские кристаллы. Синие. И вот это вот потрясающий эффект. Если вы вспомните, я вам показывала клубнички австрийские, которые непосредственно тоже как будто бы горели. Само стекло как будто бы изнутри горело лампочкой. Вот именно такой эффект достигается в австрийских кристаллах. Естественно, Флоренза использовала их. Показываю, что это Флоренза. Показываю, что это брошь-подвеска. И вот такой невероятный, просто, просто невероятный крест. Я сейчас держу в руках. Вот так. Но это еще не все. Полтора года я не видела, чтобы кто-то в России привозил вот такой крест. Это называется черный крест. Хотя это темное посеребрение. Естественно, надо немного почистить. Опять-таки, эффект, видите, красный. Красных таких подсвеченных камней. Это опять-таки австрийские кристаллы. Демонстрирую, что это Флоренза. Редчайший крест. Просто. И уже Мефодик на нем оставил свой след. Ой, простите. Простите. Когда только успевает. Только выложил перед съемкой. Но он их обожает. Вот такая вереница крестов. Цвета на самом деле разные, как вы можете видеть. Я вам просто хочу дать насладиться вот этой красотой. И немного рассказать, почему мальтийские кресты, вообще мальтийские кресты так называются. И почему они так популярны. И почему Флоренза так любила их использовать. Итак, мальтийский крест всегда представляет собой восьмиконечный крест. В этот момент вы считаете. Использовался некогда могущественным рыцарским орденом. Уж простите, я его не выговорю. И в XIII веке при магистре де Пьюи орден стал вселенским, как сама церковь. Разделенный на восемь, универсальное число направлений и языков. Представляющих главные государственные феодальные государства Европы. Название креста Святого Иоанна рыцари сохранили. Равно как и красную мантию с вышитым белым и шелком, восьмиконечным крестом, символом целомудрия, и восьми рыцарскими добродетелями. Орденская печать тоже изображала больного на ложе с таким же крестом в голове и светильником в ногах. Иногда эти кресты мальтийские называют крестами Святого Иоанна Иерусалимского или Георгиевским крестом. Да-да, как бы то это не звучало интересно. Символом рыцаря мальтийского ордена стал белый восьмиконечный крест, восемь концов которого обозначали восемь блаженств, ожидающего праведника в загробном мире. В 1807 году российский император наш Александр I в качестве награды был учрежден Георгиевский крест, который вы все прекрасно знаете. Взят был подобие мальтийского креста. Он был предназначен для награждения нижних чинов армии и флота за подвиги и храбрость в военное время. Как вы видите, все в истории сплелось, все в истории пересекается. И за основу такой добродетели именно Флорензе берет мальтийский крест, дорабатывая его и превращая его в произведение искусства. Просто нереальное что-то. Как я уже говорила, очень даже Флорензе вдохновлялась эпохой Возрождения. И вот такая брошь на фарфоре. Сейчас я вам покажу ее ближе. Это как раз тоже Флорензе. Здесь, сразу хочу сказать, здесь заменен был замочек, видите, припаян. Но это Флорензе. Поэтому в цене немножечко, я ее дорабатывала, она будет снижена. Но все-таки это Великая Флорензе с позолотой. Это как раз и есть. По центру галантная сцена, это Деголь. Деголь это когда делается печать на фарфоре или керамики, без прорисовки. Иногда ручная роспись бывает, но это намного дороже. Вот такая вот красота тоже присутствует. Далее. Я хочу вам показать редчайшую вещь, которая просто завораживает. Давайте мы вот это вот так пока сюда положим. Очень редко можно встретить ожерелье. Я просто залипла, извините. Ожерелье Флоренза. Сразу говорю, набор это 50-х годов. И тогда маркировалось только одно изделие. Одно изделие это как раз клипсы Флоренза. Как вы видите, в великолепном состоянии. Маркировка Флоренза. Маркировка Флоренза. Но в то время очень почему-то любили короткие ожерелья. И это ожерелье достигает 38 сантиметров всего лишь по шейке. То есть он как чокер получается. Можно только попробую вам показать. Это я залипла, да, да, я залипла. Потому что мне это очень нравится. Металлические позолоченные шарики. Один через два. И здесь сочетается два вида золота. Теплое и холодное, как вы видите. И вот такой роскошный набор у меня сегодня есть. И я его вам представляю. Каждый шарик просто в замечательном состоянии. Но я говорю, это на девушек, которые... Ну, шейка, так скажем, не как у современных девушек. Я сейчас о себе. Но хотя бы немножечко побольше. И вот такая чудесная брошь. Брошь действительно чудесная. Я вам хочу просто дать насладиться этим прекрасными творениями. И, да, буду показывать дальше. Да, такие вы видели. Вы видели трехцветные. Вот это просто какая-то нереальная красота. А вот здесь это просто... Просто смотреть хочется. И поедать глазами. Извините меня за это слово. Насколько вы посмотрите, кристаллы именно горят. Кристаллами славится вообще Флорензо тем, что они, во-первых, все сделаны под заказ этой фирмы. Почему очень тяжело подделать Флорензо? Даже вот на Итси, там, Руби, дальше, Эбэй. Когда пытаешься там... Очень часто многие блогеры промышляют тем, что покупают ломаный крест, и они намного дешевле. И потом просто какие подходят кристаллы. Поэтому надо всегда смотреть в каталогах. То появляются какие-нибудь безумные розовые кресты Флорензо или еще какие-то. Нет. С этим крестом можно делать хоть что. Можно хоть щеткой драйвить с ним. Поверьте, не развалится ничего. Но если... Но если крест подделан, то он боится и всего. И поэтому, если вам... Когда вы покупаете блогерга или продавец говорит, что нет-нет-нет, ни в коем случае не мочить. Поверьте, этот крест можно и мочить, и тереть щеткой, и что хотите, там, делайте. Хоть какими средствами, но, естественно, в пределах разумного с ним не происходит ничего. Если крест рассыпается у вас в руках, то просто в лоб дайте тому человеку, который это купил. То же самое с ожерельями. То же самое с камнями. Камни Флорензе заказывала на заказ, простите за тавтологию. Поэтому очень часто в одном цвете, даже того же вот синего, я вам сейчас покажу, казалось бы, два одинаковых цвета. Два одинаковых цвета. Но нет. Если бы вот здесь больше присутствует белый... Часто смешивали два цвета. Вот здесь смешаны два голубых цвета, которые дало вот такую вот глубину синего воды. Здесь смешан голубой и белый цвет, которые, вот если сейчас поймаю, видите, очень дают большую прозрачность. Но фишка в том, что очень-очень часто Флорензе смешивало до трёх-четырёх цветов. Этот зелёный тоже не совсем зелёный, хотя кажется, что это чисто изумруд. Нет. А здесь, если вы приглядитесь, то здесь присутствует спектр жёлтого. Он внутри. И вот как раз здесь это даёт вот такое вот и сияние дополнительное, и дополнительный цвет зелёному камню. Далее. Я хотела вам показать ещё то, что многие вдохновлялись стилем Флорензо. И, допустим, вот брошь тоже эпохи Возрождения. Очень крупная полусфера, очень крупная и очень приятного цвета. Розовато с каким-то зелёным отливом вам будет это видно. Это не Флорензо. Я просто показывала, какие примеры могут быть и как вдохновляется. Это был лот, купленный в стиле Флорензо. Вот такая вот приятная брошь с белыми кристаллами. Кристаллы, кстати, здесь Сваровские. Здесь нету маркировки, но когда я покупала, то продавец подробно описывал. Поверьте, это съедает камеры блеск, но блеск стоит потрясающий. Это, естественно, в стиле Флорензо. Вот такая приятная брошь. Посмотрите, вот сейчас почти точно такой же цвет у жемчуга, как он есть на самом деле. Да, не забывайте, ещё раз напомню, что у меня сейчас проходит аукцион. Все бегом туда за обновками винтажными, за 50% скидками, потому что они продлятся ровно, как и продлится аукцион. Дальше будет прям обновление магазина. Много чего нового выставлю. Вот тоже в стиле Флорензо. Это художественное стекло. Уж поверьте, стекло. И это фирма, которая во многом подражала в хорошем смысле. И по материалам, как вы видите, уже тыльник. Это фирма 1928, которая замечательно. Тоже использовала часто по золоту и 10-каратную, и 8-каратную. Были у неё различные вариации, и тоже материалы стремились использовать только самые лучшие. Вот здесь вы видите стекло художественное. Оно немного более сиреневое, но посмотрите, какая красота. И эта красота как раз просто действительно в стиле Флорензо. В стиле даже вот этой броши. Чем-то они перекликаются по форме. Ещё раз хочу вам показать тыльник. Видите, какая замечательная игла. И вот такие прелестные вещи, такие прелестные украшения вдохновлялись именно великолепной Флорензой. Ещё хочу показать вам брошь. Тоже на керамике. Это, насколько я поняла, закос под лимошь. Но это не лимошь. Сейчас покажу, насколько они вдохновлялись Флорензой. Очень похожая сцена. Тоже галантная сцена. И вот видите, что здесь вставочка как раз идёт. И даже есть подпись. Простите, не разберу. Фрагонард. По-моему, не кидайте тапками, могу ошибаться. Такая вот замечательная брошь. Тоже вдохновляется стилем Флорензо. Которая и есть тот замечательный спусковой крючок, который просто в мире бижутерии и в мире украшений, как вы знаете, в американском языке нет понятия бижутерия. И они не разделяют ювелирное и бижутерия. Они называют всё это одним словом. В принципе, то, что я сейчас вам показываю, это не совсем и ювелирное украшение. Это не совсем и бижутерия. Здесь использовано позолото, да, гальванический способ, да, нанесение там микро или прочее. Прекрасная гранка камней, гранка ювелирная, пайка ювелирная. Кто понимает, тот понимает, что я сейчас говорю. В принципе, всё, что я говорю, это сейчас относится к тому, так делают ювелирные украшения. Дальше позолото, посеребрение, использование высокоточных каких-то расчётов, использование материалов, которые просто замечательные. Я хочу, чтобы вы этим насладились и хочу сказать, какую брошь я для вас приготовила. Редко бывает так, чтобы жемчуг был в хорошем состоянии. И я хочу показать, вот эту брошь будет на розыгрыше с кристаллами Сваровски, вдохновлённая стилем флорензов. С очень необычным цветом жемчуга. Пожалуйста, посмотрите. И для этого вам нужно подписаться на мой канал, оставить лайк и написать комментарий. Просто великолепная брошь, которая будет служить для вас много лет. Прямая иголочка показываю. Вот это и будет призом. Пожалуйста, заходите в магазин. Будут ссылки везде. Если не найдёте, пишите мне в вайбер, в ватсап. Всегда отвечаю. Всё, что вы видите, есть в продаже. Можете у меня спросить, пока я в магазин не выставила то, что вы там слышите. Какие-то у меня звуки. Это Мефодий бесится. Поэтому всем спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы насладились этой красотой вместе со мной. Ещё раз показываю. И, пожалуйста, пишите, узнавайте. Да, это недёшево. Да, это статусно. И для таких вещей, действительно, они вам будут служить долгие-долгие годы. Потому что всё, что сейчас перед вами представлено, это 50-е годы. Представляете, сколько лет этому всему? И как это всё выглядит? И сколько это ещё всё будет служить? Мне кажется, это достойное вложение. И можно передавать по наследству такие вещи. Ещё раз всех благодарю. Желаю всем здоровья. Здоровья обязательно родителям вашим. Если вы родители, то вашим детям здоровье. Это самое сейчас главное. Поэтому пусть у вас просто будет всё хорошо. Я искренне это желаю. А с вами была ваша Яна на диване. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока. Продолжение следует.